Если мы разберем работу ядерного реактора, то поймем, что по сути там творится тот же процесс, что и при ядерном взрыве. Только ядерный взрыв происходит очень быстро, а в реакторе все это растягивается на длительное время. В итоге все остается целым и невредимым, а мы получаем энергию. Не такую, чтобы все вокруг разнесло, но вполне достаточную для того, чтобы обеспечить электричеством целый город. Недавно я интересовался темой создания атомной станции и наткнулся на статью о парне из Швеции, который собирал атомный реактор на своей кухне. Когда его арестовали, то в первую очередь спросили, можно ли вообще собрать реактор в домашних условиях. На что он ответил, что полноценный вырабатывающий электричество реактор создать сложно, но информация о технологиях с годами становится все доступнее. Ричард Хэндл, так его звали, купил в интернете всякие радиоактивные запчасти, стрелки старых часов, детекторы дыма и даже уран и торий. Непонятно, каким образом ему удалось найти уран, но сам Ричард реально подтвердил, что купил его в интернете и что там, где он его купил, его уже не продают. Помимо топлива, для реакции нужен был источник свободных нейтронов. В детекторах дыма есть небольшое количество америция, поэтому Ричард скупала их по всему интернету. Изобретатель рассказал, что полиция пришла за ним еще до того, как он достроил реактор. Самое интересное в том, что он собирал материалы и писал обо всех экспериментах примерно полгода на своем блоге. Но полиция его заметила только когда он сам написал письмо в службу радиационной безопасности, чтобы узнать у властей, легален ли его эксперимент. Хендла арестовали и признали виновным в нарушении закона о радиационной безопасности и законе об окружающей среде. После суда его приговорили к небольшому штрафу в полторы тысячи евро и отпустили. Я не просто так рассказал вам эту историю, дальше будет еще интереснее. Самым известным создателем домашнего реактора является американец Дэвид Хан. История о парне, известном по прозвищу Радиоактивный Байскаут, несколько лет назад облетела весь земной шар. Он стал знаменитым еще в 1994 году, когда в возрасте 17 лет собрал ядерную установку в сарае. До появления Википедии оставалось 7 лет, так что школьник в поисках нужной ему информации обращался к ученым. Он писал им письма и спрашивал обо всех нюансах, представляясь учителем или студентом. Однако, несмотря на все проделанные парнем усилия, созданный им реактор был далек от промышленного образца. Стабильно вырабатывать энергию он не мог, зато радиоактивность реактора всего за несколько часов превысила норму настолько, что счетчик Гейгера начинал трещать за 5 кварталов от дома его матери. Испугавшись того, что сделал, парень разобрал свой реактор, сложил торий и уран в ящик для инструментов и все материалы решил вывести и закопать ночью в лесу. По пути в лес его остановили сотрудники полиции. В итоге этот инцидент закончился вмешательством ФБР и комиссии по ядерному регулированию США. Спустя пару дней сарай, в котором Дэвид проводил химические эксперименты, разобрали и утилизировали, а на родителей парня наложили штраф в размере 60 тысяч долларов. Хорошо, что этих парней остановили, ведь неизвестно, как далеко они могли бы зайти. Это как сумасшедшие ученые, из-за которых в голливудских фильмах происходил конец света. Кстати, если вам нравится тема апокалипсиса, то вам обязательно понравится бесплатная онлайн игра Crossout. Crossout – это экшен про тачки и взрывы в мире после апокалипсиса. Единственный способ выжить – собрать крутой бронемобиль. Танк или багги на ховерах – все что угодно. Поставьте огромные пушки, цепные пилы, плазмоганы и станьте настоящим токсичным королем. В Crossout сотни разных деталей, которые можно поставить на машину. Создайте свою банду отморозков и отнимайте ресурсы у слабаков. Огромная карта мира всегда подкинет работенку. Можно сражаться с другими игроками или в клановых войнах, участвовать в рейдах или королевской битве, торговать на рынке или изучать новые технологии. Недавно в Crossout появился новый зрелищно-сюжетный режим с огромными боссами, которые можно пройти самому или вместе с друзьями. Получите уважение различных фракций, и они наградят вас уникальными навыками, которые пригодятся в сражениях. Тратьте ресурсы на создание новых тачек или улучшение старых. Дайте волю своей фантазии. Качайте Crossout бесплатно по ссылке в описании и получите классные бонусы. Но идея создания домашнего атомного реактора пришла в голову не только этим двум парням. Оказывается, разработки небольших атомных станций начались еще задолго до Чернобыльской аварии. В наше время сразу несколько компаний заявили, что выходят на рынок с домашними ядерными реакторами. Миниатюрные станции размерами от гаражного бокса могут поставлять от 10 мегаватт в течение 10 лет без дозаправки. Реакторы полностью автономны, безопасны, не требуют обслуживания и по истечении срока службы просто перезаряжаются еще на 10 лет. Например, американская компания предлагает установки по 25 миллионов долларов за штуку. Это не так много, как может показаться. Потому как строительство одного только блока АЭС для обычной атомной станции стоит около 8 миллиардов долларов. Американские реакторы могут использоваться как для генерации электроэнергии, так и для отопления. Уже поступило больше 100 заказов на станции разной мощности. Причем как от частных лиц, так и от государственных компаний. Эта станция может питать целый поселок или небольшой городок. Реактор работает на том же принципе, что и большинство современных реакторов в обычных атомных электростанциях. Наиболее близкими по принципу действия являются самые распространенные реакторы, которые ставились на российских атомных станциях. В качестве топлива используется нитритурана, который имеет более высокую теплопароводность. Здесь все просто. Чем выше температура реактора, тем выше температура пара и как следствие выше производительность паровой турбины, которая вырабатывает энергию. Установка с топливом и системой охлаждения имеет массу в 20 тонн и рассчитана на 10 лет работы без дозаправки. Впечатляют действительно небольшие размеры. Реактор имеет всего 2,5 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Вся система может перевозиться на грузовиках. По приезду на место бочка с реактором просто закапывается. Доступ к ней или какое-либо обслуживание не предполагается вообще. По истечению гарантийного срока сборка выкапывается и отправляется на завод производителя для перезаправки. Особенности конструкции сделали этот реактор реально безопасным. Невозможен перегрев и взрыв, так как давление с ростом температуры не растет. Авторы технологии уверяют, что этот реактор никогда не выйдет на сверхкритичный режим. А если кто-то преднамеренно повредит оболочку, активный материал быстро остынет, а сам реактор превратится в изолированную толстым слоем свинца железную болванку. Этот реактор можно реально назвать мобильным, но домашним его никак не назовешь. Вот здесь мне реально стало интересно, а существуют ли реакторы меньших размеров. И тут я нашел информацию, что оказывается одна компания 30 лет прятала в своем подвале маленький ядерный реактор. Всем известная компания Кодек, производитель фототехники, признала, что с 1974 года владела небольшим ядерным реактором. Об установке знали несколько человек, ученые и инженеры. Размещался реактор в подвале штаб-квартиры Кодек в городе Рочестере, штат Нью-Йорк. Самой компанией утверждает, что более 30 лет ядерная установка не представляла ни малейшей опасности для окружающих. Тем не менее, реактор работал почти на полтора килограммах урана, обогащенного до 93%. Это уже тот уровень, которого вполне достаточно для применения в атомной бомбе. Ядерный реактор размером с обычный холодильник находился в подвале с бетонными стенами толщиной 60 сантиметров и управлялся дистанционно. О его существовании не знали ни власти города, ни власти штата. Прикол в том, что частные компании вообще не имеют права иметь такие реакторы и работать с активным радиоматериалом. Однако оказалось, что в 70-х годах правительство США одобрило выпуск подобных реакторов для крупных компаний, и по этой программе было выпущено два реактора. Один из них был отправлен в Министерство энергетики США, а другой как раз и купила компания Кодек. Получается, что ядерный реактор реально домашних размеров уже был создан, причем довольно давно, и, судя по всему, работал стабильно все 30 лет. К чему я все это веду? Если вы помните, в истории, прежде чем создали какую-либо новую технику, вначале изобретатели пытались собрать первый самолет или автомобиль. На испытаниях эти изобретатели разбивались, или их называли сумасшедшими, но через некоторое время реальные разработки таких прототипов появлялись у ученых, а потом и на фабриках, где собирали уже нормальные образцы. Так вот, возможно ли такое, что двое парней, о которых мы говорили в начале видео, пытались собрать то, что в будущем будет реально? Возможно ли такое, что в продаже появятся домашние ядерные реакторы? Если мы посмотрим на американскую станцию, про которую я говорил, то очевидно, что это возможно. И даже в таком варианте, как есть, этот реактор уже востребован. И даже то, что у него цена в 25 миллионов долларов, никого не пугает. Например, если этот реактор установить в поселок, где несколько тысяч частных домов, для покупки этого реактора с каждого дома потребуется всего 3-5 тысяч долларов, что для таких стран, как США, где средняя зарплата 4,5 тысячи, вполне нормально. Причем этот поселок не будет нуждаться в электроэнергии 10 лет. Единственный вопрос, во сколько обойдется перезарядка реактора, когда эти 10 лет пройдут? Но думаю, что во много раз меньше, чем стоимость покупки. Пока у меня нет данных, что где-то уже установили такие реакторы. Но я знаю, что первыми заказчиками таких реакторов были компании и корпорации. И вот почему. Изначально такие вот миниатюрные атомные электростанции разрабатывали для добывающей промышленности. При добыче ископаемых требуется огромное количество энергии, поэтому ядерный реактор здесь очень востребован, так как добыча обычно ведется в очень отдаленных уголках планеты. Еще такой реактор интересен военным, например, в качестве мобильной электростанции для военных баз и аэродромов. Здесь тоже интересные перспективы. При ведении мобильных боевых действий, когда войска действуют в определенных регионах, эти станции могли бы питать инфраструктуру баз, прямо как в компьютерных стратегиях. А когда задача в регионе выполнена, электростанцию грузят в транспортное средство и увозят на новое место. При авианалете или ракетном ударе база с подземной атомной электростанцией, не требующей персонала, с большей вероятностью сохранит боеспособность. Ну и, конечно, гражданское применение, системы электропитания, небольших городов и поселков, отдельных предприятий или системы отопления. Ведь эти установки прежде всего вырабатывают тепловую энергию, и в холодных регионах планеты могут стать ядром системы отопления. В последнее время все большее развитие получает концепция автономного энергосбережения, будь это загородный дом с его ветряками и солнечными панелями на крыше, или деревообрабатывающий завод с отопительным котлом, работающий на отходах производства. Суть не меняется. Люди постепенно приходят к тому, что пора отказываться от централизованного обеспечения теплом и электричеством. Центральное отопление в Европе уже практически не встречается. Индивидуальные дома, многоквартирные небоскребы отапливаются самостоятельно. Что касается полностью автономной электроэнергетики, то к этому все идет. Население активно скупает ветряки и солнечные панели. Предприятие строит собственные тепловые электростанции и тоже скупает солнечные панели с ветряками. Особо повернутые на зеленых технологиях даже планируют покрывать солнечными панелями крыши заводских цехов и ангаров. В конечном итоге это оказывается даже дешевле, чем покупка необходимой энергии из местных энергосетей. И если на протяжении существования атомной промышленности электростанции с ядерными реакторами всегда ассоциировались с большими комплексами, огромными трубами и озерами для охлаждения реакторов, то разработки последних лет показывают, что атомный реактор может иметь габариты 2 на 3 метра и работать без обслуживания 10 лет. В любом случае, топлива для тепловых электростанций уже сейчас не хватает. Солнечные и ветровые станции имеют малую мощность и если не изобретут альтернативные способы получения энергии, то атомная энергетика станет монополистом. Вопрос только в каком виде? Будут ли это огромные атомные станции, как сейчас, или поставят на поток производство маленьких ядерных реакторов, установленных по месту потребления? Подписывайтесь на канал, пишите комментарии под этим видео и до встречи в новых выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!